ТОТСКОЛКОВ 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 Приставление средств анализа данных, минимизация рисков возникновения аварийной ситуации и минимизация возможного ущерба. В свое время мы провели несколько сравнений систем SCADA и почему мы выбрали SciTech SCADA. Здесь будут указаны основные критерии. Первое – это то, что SciTech SCADA имеет клиент-сервенную архитектуру, в том числе и на уровне задачи. В них хорошо реализован режим распределенной разработки приложений. Также SciTech имеет высокое быстродействие, способность обрабатывать одновременно большое количество аварийных ситуаций. Часто также в крупных системах на практике встречаются системы SCADA, которые требуют периодического останова для их технического обслуживания или чистки каких-нибудь приложений. SciTech SCADA этого не требует. Также SciTech SCADA – это одна из первых систем, в которую был внедрен свой функционал встроенного резервирования. В SciTech поддерживается избыточная конфигурация с горячим резервированием, которой мы пользуемся. При обновлении какого-либо проекта мы сначала на резервном SCADA сервере разворачиваем этот проект, проверяем его работоспособность. Если он работает, он становится у нас основным, а резервный SCADA сервер становится вспомогательным. Также система гибкая и масштабируемая, то есть наш тот сколковый постоянно расширяется. И в соответствии с этим нам требуются дополнительные точки данной, дополнительные мощности. SciTech SCADA это поддерживает. Также SciTech SCADA обладает хорошим анализом трендов, так называемый процесс-аналист, которым мы тоже пользуемся. Технические характеристики АСДУ. Здесь на слайде указаны интегрируемые системы. Периодичность опроса параметров у нас не более одного раза в секунду. Количество диспетчеризимых устройств 3000. Количество шкафов диспетчеризации более 230 штук. И в соответствии с инженерными системами, которые здесь перечислены, у нас идет генерация отчетов по режимам работы, истории работы оборудования и отказам различного оборудования. Здесь у нас указана круговая диаграмма по всем инженерным системам. Как видите, основной вклад в данные имеют системы электроснабжения. Далее идут уже на втором месте системы механические, вентиляция, кондиционирование, офисное, промышленное кондиционирование и вспомогательные системы, противопожарные системы, ИТП и остальное. Такие системы, как наружное и внутреннее освещение, мы убрали, потому что количество точек данных небольшое. И все равно их невозможно будет увидеть. Какие протоколы мы использовали? В системе электроснабжения 20 кВт в основном мы использовали Modbus IP, где-то использовали Modbus RTU. Бакнет IP – это у нас система электроснабжения электросчетовых помещений и система общей обменной вентиляции. На Дали у нас, соответственно, сделана система освещения. По S&P мы снимаем данные с статических АВРов. Также с помощью CSV-файлов мы делаем вентиляцию в помещениях динамических источников бесперебойного питания. Здесь у нас указана серверная архитектура SCADA-системы. Мы имеем 4 хост-сервера. Хост-сервер 1 и хост-сервер 2 отвечают за сайт-экд SCADA. Хост-сервер 3 и хост-сервер 4 отвечают за сайт-экд HISTORIAN и терминальные сервера. На первом хост-сервере у нас располагаются сайт-экд SCADA резервный сервер 1, сайт-экд SCADA основной сервер 2, сайт-экд SCADA резервный сервер 3. На втором хост-сервере располагаются сайт-экд SCADA основной сервер 1, сайт-экд SCADA резервный сервер 2 и сайт-экд SCADA основной сервер 3. На третьем хосте располагаются сайт-экд HISTORIAN сервер 1 основной и сайт-экд HISTORIAN сервер 2 резервный. Также терминальный сервер 1 резервный. Также зеркально у нас располагаются сервера в хостервере 4. Резервирование Microsoft SQL сделано на базе PO Carbonite. Здесь уже показана сетевая архитектура текущих пяти технологических модулей административно-бытового корпуса и малых строений. Ее особенность в том, что обеспечивается распределенность и интеграция внутренней сети банка с сетью ISDU. В результате чего одновременно до 21 пользователя могут работать со SCADA системы путем просто зайти и залогиниться в своих рабочих станций. Точки подключения сети ISDU во внутреннюю сеть банка задублированы, разнесены территориально для обеспечения бесперебойной работы. На уровнях доступа ядра и распределения применены коммутаторы ЦИСКа. База данных трендов событий со сроком хранения до трех лет имеет количество 61 тысячи точек данных. Это необходимо для сбора и последующего подбора подробного анализа статистики эффективности работы оборудования и анализа их отказов. Так, в точек 61 тысячи были заложены две лицензии на хисторию на объеме 50 тысяч точек данных каждого. Здесь сделан запас для будущего расширения ТОЦ-Сколково. На схеме тренды с датчиковой температуры в машинном зале у нас располагаются, где как раз можно посмотреть, какой именно датчик показывает, например, максимальную температуру, где у нас локальный перегрев происходит, и в соответствии с этим принять необходимые меры. На данной странице, этой странице главная, отображены все критичные системы, а всего ТОЦ-Сколково, система 20 кВ, система 0,4 кВ, центральные вентиляционные установки, которые используются для охлаждения машинных залов, система бесперебойного гарантированного электроснабжения на основе динамических источников бесперебойного питания. Далее с этой страницы мы можем перейти к любому оборудованию или к любой системе. Сама концепция экранных форм, которую мы используем, следующая. Слева у нас расположен перечень всех основных систем со статусом в виде цветного контура. Это является у нас развитием, примененной около 10 лет назад, нашей концепции на ТОЦ-Южный порт. На ТОЦ-Сколково, прошу прощения. Основные цвета, которые мы используем, это зеленый цвет, когда с оборудованием все хорошо, оборудование в работе, нет критичных аварий. Желтый цвет, это требуется обратить внимание на работу данной системы или оборудования. Красный цвет, это отказ, авария или какая-либо нештатная ситуация. Необходимо принять какие-то меры. На данной странице уже показаны критичные системы только одного технологического модуля. Как видите, здесь у нас указано больше данных. Это более удобно для восприятия инженера. Здесь у нас изображена система электроснажения 20 кВт ТОЦ-Сколково. Соответственно, ТОЦ-Сколково питает у нас три питающих центра. И далее три питающих центра от распределительной трансформаторной подстанции у нас питают каждый модуль по двум лучам. Каждый луч может быть полностью нагружен, и это никак не повлияет на работе инженерных систем. IT-оборудование и установки, которые поддерживают для IT-заный климатический режим, должны быть запитаны через бесперебойное и гарантированное электроснабжение. То есть при попадании в городской сети оборудование должно перейти на работу от дизель-генераторов. Но на время переходных процессов питание оборудования не должно пропадать. С этой целью у нас установлены динамические источники бесперебойного питания. Мы отказались в ЦОДе от статичных источников бесперебойного питания из-за того, что статические источники бесперебойного питания требуют дополнительное место для аккумуляторных батарей, которые периодически необходимо менять. И сами аккумуляторные батареи требуют достаточно серьезного температурно-влажностного режима. На данной экранной форме как раз расположен динамический источник бесперебойного питания. Он состоит из дизельного двигателя, синхронного генератора, модуля передачи энергии ETM, маховика. То есть, когда у нас есть питание от города, соответственно, синхронный генератор является потребителем энергии, через него как раз происходит питание оборудования, или IT-оборудование, или механическое оборудование, которое осуществляет охлаждение машинных залов. Если у нас пропадает электроэнергия в городе, у нас дизельный генератор запускается за 1-2 секунды. Почему так быстро? Потому что, по факту, дизельный генератор всегда готов к работе. Он находится в подогретом состоянии, поэтому быстро запускается. Как только он выходит на количество оборотов 1500 в минуту, у нас включается обгонная муфта, которая передает механическую энергию от генератора в синхронный генератор. И дальше идет питание и IT-нагрузки. Маховик служит для как раз времени запуска и выхода на режим дизельного генератора. Он имеет вес 5 тонн, раскручивается до 2880 оборотов в минуту. И как раз запасенная кинетическая энергия расходуется на время переходных процессов. При проектной нагрузке, так как у нас установлено 4 генератора, по 2 с каждого луча, у нас маховик может питать полностью машинные залы около 54 секунд. То есть запаса достаточно для запуска дизельного двигателя. На этом слайде у нас располагаются машинные залы. Это, можно сказать, вид сверху. Этот вид интересен для инженера-электрика, потому что здесь изображена система электроснабжения. В зеленом отображены сами стойки. Полосочки оранжевые и синие – это питание лучей. По лучу А и по лучу Б самой эти стойки. Также квадратики синие и оранжевые – это у нас статус токосъемных коробок. То есть если у нас в токосъемной коробке отличается автоматический выключатель, всплывает аварийное сообщение, коробка окрашивается в красный цвет, означает, что идет потеря резервирования, а эти стойки запитаны только по одному лучу. Здесь, на этом слайде, изображена уже модель для инженера-механика. Тот же машинный зал, но изображены центральные винтоустановки, которые охлаждают машинный зал. Соответственно, одна центральная винтоустановка у нас имеет мощность около 300 кВт, холодильную мощность. Максимальная температура притока – 54,5 м3 в час. Максимальный расход воды рассердительной камеры – около 200 литров в час. Установки охлаждает машинный зал по схеме N+, то есть достаточно только трех установок, чтобы они спокойно охлаждали машинный зал. Также SCADA-система у нас выполняет диагностику и мониторинг работы самого аппаратного обеспечения серверного оборудования, о котором я говорил ранее. И мы выполняем диагностику самих контроллеров счетов автоматизации. То есть, если у нас происходит какое-то зависание контроллера или сбой работы, на этой странице дежурный инженер сможет увидеть, в каком именно контроллере происходит зависание, и на какой системе это может отразиться. На данном слайде мы указали те моменты, которые нам позволили бы облегчить нашу работу, как конечному заказчику. Соответственно, мы бы хотели бы добавить функционал 3D. Это как раз важно в текущих условиях, чтобы персонал, находясь на удаленке, смог пройтись по объекту и посмотреть статус инженерных систем. Также опыт внедрения Dream Report в качестве системы построения отчетов показал, что нам все-таки нужны более глубокие отчеты и более разнообразные отчеты. По факту, безлимитная лицензия сайт Экцкада имеет ограничение 50 тысяч точек данных на каждый сервер ввода-вывода, поэтому мы применили несколько серверов ввода-вывода. В процессе внедрения мы хотели использовать функцию ситуационного восприятия для дежурного инженера, но, к сожалению, эта функция была внедрена уже в более поздних версиях, поэтому при обновлении мы попытаемся ее также внедрить. Также на трендах хотели бы, чтобы отображались бинарные аварии и также моменты, когда превышается уставка каких-либо датчиков. Очень было бы востребовано также в сайт Экцкада внедрить инструменты предсказательной аналитики по работе оборудования. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.